Следшие – рамесники, дизайнеры одзения и молодые мамы, люди разных профессий, связанные одной марой, трапят всю команду телеканала «Беларусь 4 Брест». Личба удельников в этой пятнице – 30, и каждый – выполненный в своей перамозе. Смотрю вот это вот объявление. Сразу у меня поднялось настроение интересная вообще такая идея, и я решила попробовать. Любой случай в жизни, любая, как сказать, ситуация, которая может произойти, она очень важна и нужна, блин, сразу за нее браться. Есть сиротодельников и тех, кто штурмует телевизийный «Олимп» уже в другие разы. Мне это очень нравится. Понимаете, здесь такая атмосфера, вот просто потрясающая. Мой первый раз – это участие в кастинге «Утренний эспрессо». Я была маленькая, не прошла по возрасту. О кастинге я узнал от своих друзей, потому что я был уже на прошлом, и они спрашивали меня, будешь ли ты на этом. Я такой, а он будет? Говорят, да, ну и все. Каждый рыхтуется по-своему. Кто сте вушит тексты, а нехта практикует артикуляционную гимнастику. Али часу не шмат. Микрофон уключен и запись. Первые в городе солнечные часы. Мысль о том, чтобы сделать набережную центром притяжения для жителей города, начинает воплощаться. Нет, не было страшно, потому что коллектив достаточно открытый, добрый. Все уже отпустило, уже хорошо все. Кто сте занадто хвалюется, кто сте за лишние самоуполненные. А лишь як трапить у яблышек и покарить строгие жиры, а значит и телеглядаша. Внешний вид человека – это очень важное телевидение, безусловно. Это манера поведения себя в кадре, это тембр голоса, как человек говорит. Естественно, волнение в кадре. Оно присутствовало у всех безусловных, поэтому чем меньше этого волнения, тем больше уверенности в человеке. Поэтому это тоже один из критериев. Заповедное так. Вы проходите у наступный этап, у другий день кастингу. Почули 17 удельников. Некоторым стыг, кому с проектом пришлось развитаться, пропоновали поспробовать себе на радио. Было очень интересно. Новые люди, новые знакомства. Это тоже было очень здорово. Можно попробовать себя в качестве ведущего. И, конечно, заинтересовал предложение по поводу радио. А в оси 17 счастливчиков. Было интересно, быстро, стрессово. Мурашки до сих пор, но это того стоит. Очень сильно понравилось, очень интересный опыт. Прошли те люди, которые показали свое желание, которые соответствовали внешним данным. Нам понравился их тембр голоса, их подача информации. И сейчас их ждет очень большая работа, потому что впереди мастер-классы. Особенность второго проекта в том, что мы выбираем лица для телеканала «Беларусь-4» в целом, не исключая никакую программу. Усего у проекта трапили 29 человек. Напереде самое интересное. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадио компания «Брест». Тебя не участие.